Многие мужчины жалуются, что девушки, женщины, супружницы, любимые, выносят им мозг. Можно понять мужчину, потому что, когда ему что-то говорят, что он не понимает, в чем он не видит смысла, ему все будет выносим мозг. Тем более, что девушки, они обладают удивительным талантом. Они все время шифруются. Ну, то есть, они не говорят прямо. Ну, мужчины обычно, они что думают, ну, бывают разные, конечно, но вот в целом, как бы, вот предметно они мыслят. А девушка, она как бы, она же более психологичная. Это делают девушек психологии лучше, развиты. Они более социальные существа. Ну, в среднем. Понятно, что есть разные. Вот, но в целом, особенность женского мозга. Более такой социальный, более говорливый. Мужчине, трех слов его из него не вытащишь. Вот. А женщина будет рассказывать, как раз, как в драме, все разыграет и покажет, все, красота. Вот. Вот, да. И, значит, да, поэтому они думают, что они как-то мужчине что-нибудь такое сообщат, и он как-то что-то сам допрет. Ну, потому что девушки думают, что если ему прямо сказать, он же не сообразит, скажет нет. Вот. Девушка даже оставит себе лазейку такую. Вот. Что она тут поговорит, тут поговорит, про то поговорит, про то. А он там, глядишь, и очухается. Ну, как-то дойдет до него, о чем речь. Вот. Мужчина, это называется вынос мозга. Потому что он не понимает, к чему. Ну, ему же непонятно. Ему про то расскажут здесь, про это. Зачем она мне рассказывает, прошу подругу, что она купила себе новое платье. Что, зачем мне? Что, я должен смотреть, куда-то идти? Непонятно. А там все, собираем. Вот. Да. И поэтому, конечно, мужчине это неприятно. Вот. Второе, из-за чего мужчина страдает, как ему женщина, значит, вот как ему кажется, значит, компостирует мозги, вот, это когда он воспитывает. Вот. Значит, ну, мужчина что такое? Он не понимает, что такое воспитание. Вы видели, как мужчина детей воспитывает? Ну, так, на секундочку. Да? Там большой дискуссии тоже нет. Вот. Там воспитание, оно вот, как бы, такое, несложно организованное. Вот. И женщина, она же, как бы, когда с мужчиной находится, она его пытается как-то обрамить этот алмаз. Я сейчас, ну, немножко польстил мужчинам, ну, вот. Но, значит, она пытается его как-то, ну, довести хоть до какого, хоть одна грань может блестеть. Ну, так, девушки любят бриллианты. Они его пытаются надравить, понимаете, чтобы он как-то заблестел. Потому что женщине нужно восхищаться мужчиной, понимаете? Если вы видели бы необточенный алмаз, ну, такой, кусок лежит, стекла, без форы. Бриллиант, красиво. Вот, ну, так, правильно. Вот. И надо восхищаться. Вот. Чего восхищаться? Вот. И надо что-то его, и что она делает? Она думает, что если она его отпилит, так сказать, она впилит его, ну, этим, бриллиантом, вот, что он засияет, и она восхитится. Такой фокус не работает. Потому что после того, как у него эта грань засветится, она посмотрит и думает, и это вот я столько сил потратил, чтобы у него эта грань блестела в его личности. А горья на все огнем. Вот. В общем, короче говоря, причины понятны. Другого не понимает мужчина, что женщина так себя ведет, и вот его пилит, и что-то с ним там делает, пытается его как-то что-то сделать, потому что он не подумал, понимаете, не подумал, что он для своей женщины должен быть мужчиной, чтобы она его чувствовала как мужчина, понимаете? Потому что тогда бы ей не пришлось ничего этого делать. То, что мужчина, что, он должен понимать, что для его девушки, женщины, жены важно, да? Ну вот, что ее радует, да? Что такое, мне не достает внимания, да? Это что такое? Он не понимает, что ей надо. Ты скажи, ты скажи, что тебе надо, что тебе надо, и я скажу, я скажу, что ты хочешь. Ну, что-то такое. Это ужас, понимаете? И он же должен это, и тогда зачем ей пилить, если он сам про нее думает, понимаете? Если он ей дает вот это пространство, в котором она может получать удовольствие от жизни. Это же задача, задача. Вот, или другое, значит, восхищаться, понимаете? Ну, важно. Мужчина восхищается женской красотой. Ну, что женщины ради этого делают? Я иногда просто, ну, я думаю, господи, это вот это все накрутить себе, навертеть, ресницы наложить, понимаете? Это маникюры, это платье, одно, ну, фигуры, худеют и так далее. Зачем они это делают? Они делают, чтобы мужчине было чем восхититься. Ну, так, они, может, иногда не туда едут, но неважно, интенции. Ну, вот. А мужчина что делает, чтобы женщина восхитилась? Он ее, после того, как завоевал, ему больше не надо. Ну, он же завоевал, она завоенная, он рыцарь пришел, побрякал, значит, там, завоевал. Все, ему не надо. И дальше им невозможно восхищаться. А для девушки, если ей не восхищаться мужчиной, чего она с ним будет вообще делать? Род него чего будет делать? С ним чего ради будет, зачем делать? У нее возникает вопрос. И она пилит его. Она пилит из-за того, что она не чувствует, понимаете? А ей надо чувствовать. В этом влечение. Влечение в том, что вас восхищает. Мужчина восхищает внешность. Женщина восхищает проявление, так сказать, интеллекта. Что такое мужчины? Почему? Они должны умные быть. Правильно? Правильно. Ну, вот. Они должны быть ухоженные. Они должны быть решительные. Да, конечно. Ну, вот. Они должны быть внутренне цельными. Да. Они должны, как бы сказать, понимать ее. Ну, девушку, например, свою. Надо же понимать. Да, надо. Ну, и нет этого. И нет радости от него. Ну, и пилит. А чего ей не пилить-то? Вот. И при этом сам мужчина, вот, он как начнет пилить, он молчит, 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 молчит. И он достает бензопилу, понимаете? И начинает уже не пилить, а там шинковать, понимаете? И вот задача наша, мне кажется, она понять, вот что на самом деле хотят эти два человека, которые вместе. Если они хотят получать радость от жизни, и другой человек в паре, это человек, от которого вы, ну, как бы, заряжаетесь этой радостью, и кому вы дарите эту радость, чтобы человек, так сказать, расцветал у вас на глазах, и вы чувствовали радость от этого. Вот вы сядьте и спросите. Интересный будет разговор. Особенно после 20 лет брака, мне кажется, своевременно это сделать. Здесь сказать, а что тебя влечет во мне? Ну, во мне не надо, потому что уже явно не влечет ничего. Чего бы вот завлекло бы? Вот так. Понимаете? И совсем другая жизнь начнется, понимаете? Потому что есть ради чего стараться, понимаете? Ради радости. Это то, из-за чего люди стараются. Они стараются не ради, там, денег, сексуального удовольствия, там, еще чего. Мы, если стараемся, мы стараемся ради радости. Потому что радость – это главное положительное подкрепление внутреннее, внутри нашего мозга. Потому что именно это ценно. И когда мы это понимаем, да, и мы что-то делаем для того, чтобы получить радость, так, понимаете, это же просто счастье. Кому-то тепла не достает, да. Но это на самом деле важная вещь психологическая. Иногда мужчине не доставят тепла. Ну, почему? Потому что он не умеет. Ну, его не научили. У него, как бы сказать, нет этого в репертуаре поведенческом. Но это же не значит, что он его не хочет. Он хочет. Ну, конечно, он будет сначала говорить, эй, мне не надо. Ну, не надо. Ну, неправда. Он же тоже человек, мужчина. Ну, вот так, если разобраться. Ну, просто по-другому устроенный. Ну, и тоже хочет. И вот, понимаете, вот когда вы это… И он будет благодарен, он будет радостным. И там бензопилу отдаст соседу. Пусть он упражняется. Вот. И так далее. Понимаете? Поэтому много горести в отношениях. Из-за того, что люди не могут, как бы сказать, суть своего желания друг другу. Понимаете? Чего они на самом деле ждут? Да. Ну, мужчина не борщей ждет. Он ждет, что у него есть, как бы, тыл. Тыл не обязательно борщ. Понимаете? Это отношения. Вот. Для женщин, ну, вовсе не обязательно, чтобы там мужчина, этот, как его, ходил в латах. Ну, рыцарь. Рыцарь же в латах ходит. Но знать, что он всегда нигде не спасанет. Понимаете? Он будет решительно биться, ну, столько, сколько нужно, если это потребуется. Вот. А если он начал, этот, как его, юлить на льду, понимаете? Ну, как? Ну, так некомфортно. Понимаете? Вот. Поэтому, ну, как только вот мы это про себя, друг про друга понимаем, жизнь становится источником радости. И, к сожалению, не так много вещей, которые способны нас порадовать. А это может. Отношения могут. И ценностей их с возрастом становится только больше. Но если они, конечно, настоящие. Сейчас всем, конечно, все в моде соло. Каждый сам за себя, каждый сам по себе. Вот. Это упрощает жизнь. И мы сейчас идем по пути, как бы упростить. Как бы меньше испытывать стресса. Как бы меньше напрягаться. Вот. Почему? Потому что неопределенность – это стресс. А мы все в неопределенности. Информация на нас постоянно воздействует со всех сторон. Ну, и мы сами уже зависимы от нее. Но при этом она же нас тоже раздергивает. Да. И в этом смысле, конечно, чем просто физически два тела в пространстве, ну, как бы одно, наверное, лучше. Ну, отношения-то нужны не для физического докомплекта. Мы действительно сами по себе в условиях нынешней цивилизации вполне можем, как бы сказать, полноценную жизнь вести. Но если есть человек, который скажет, а мне вообще не хочется эмоционально ничего чувствовать, ни родную душу не хочется иметь, и так далее, и так далее. Ну, поверим, не поверим? Напишите в комментариях. Поверим мы такому человеку? Не поверим. Все-таки хотим. Вот. Это вопрос. В любом случае ставим лайки. Это модно сейчас такое. Пока-пока.